Здравствуйте! Вы на канале Зеленые Питомцы. И сегодня поговорим об одном из самых простых в уходе комнатных растений. Это сингониум. По своему опыту скажу, что это беспроблемные и нетребовательные растения. Сингониумы травянистые лианы, они относятся к семейству ароидные, имеют тонкий стебель с воздушными корнями, и этими корешками сингониум пытается ухватиться за опору, ну и конечно же, благодаря этим корням он легко и быстро размножается. Листики могут быть разных форм, размеров, окрасов, в зависимости от сорта. У меня их три. Это Арон Браун, Империал Вайт и Крисмос. Крисмос имеет интересные зеленые листики с бледно-розовыми прожилками. Этот сорт очень хорошо кустится, дает много деточек, и сегодня я самую длинную верхушку срежу, поставлю на укоренение, а то он уже начинает заваливаться, а опору я ему не хочу делать. Мне больше нравится, когда он растет кустиком. Арон Браун имеет темные шоколадного оттенка листики, растет компактно, тоже хорошо кустится. Молодые листики красноватого оттенка, а старые становятся более корешневатые. Империал Вайт это варикатная форма сингониума. Он уже не так кустится, ему со временем нужна будет обязательно опора, потому что он больше вытягивается. Живет он у меня недавно, я покупала его свежесрезанным черенком, укореняла в воде, он быстро дал корешки, и я посадила его в прозрачный стаканчик, чтобы наблюдать за развитием корневой. Вижу, что корни уже снаружи, поэтому сейчас его пересажу в коршочек. В универсальный грунт я добавила моксфагнум и перлит, хотя если вы его посадите просто в универсальный грунт, он тоже там будет себя хорошо чувствовать. Продолжение следует... Теперь, что касается ухода, во-первых, освещение должно быть рассеянным, у меня они стоят на западном окне, также можно ставить на восточные или даже северные, но пестрые сорта на северном окне могут потерять свою варикатность. На южных окнах им будет жарко, листики станут бледными, лучше поставить где-то недалеко от южного окна. Полив должен быть умеренным, с просушкой верхнего слоя грунта. Только поливайте остойной, либо фильтрованной водой. Любит опрыскивание, теплый душ, после водных процедур он очень красиво выглядит, листики будут чистые, блестящие, живенькие. Роидные все любят повышенную влажность воздуха, поэтому они будут очень благодарны за такие процедуры. С весны до осени нужно подкармливать минеральными удобрениями два раза в месяц. Размножается черенками, либо отделением деток с корнями. Сегодня я хочу срезать верхушку сингониума крисмос. Беру острые ножницы и срезаю черенок. Сразу выделяется млечный сок, протираю его салфеткой и обрабатываю места срезов активированным углем. Теперь этот черенок ставлю просто в воду. Сюда же добавлю таблетку угля. Каких-либо укоренителей добавлять не имеет смысла. На черенке уже есть воздушные корни и в воде они быстро будут расти. Укореняться он должен в теплом и светлом помещении и где-то через месяц можно будет высаживать его в грунт. Из этого пенечка пойдут еще боковые побеги и кустик будет более пышный. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если видео было полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok